Это канал Heavy Metal Gym Приветствую всех на страницах нашего видеожурнала Сегодня особый выпуск Вы меня уже давно просите снять видео о том, как стать выносливым Много, большинство вопросов приходит Как тренировать сердце, чтобы стать выносливым Что лучше, бегать на дорожке, прыгать на скакалке Либо какие-то другие виды аэробного тренинга Все это, ребята, совершенно неправильные вопросы Поверьте мне, о выносливости я знаю все Я в спорте с детства Врачи мне всегда запрещали тренироваться, так как у меня патология сердечная Запрещали заниматься любым спортом Но я тренировался, я занимался футболом, учился в спецклассе по футболу На короткие дистанции я бегал быстрее всех Быстрее самых быстрых ребят в нашем классе Но на длинные дистанции я прибегал последним среди девчонок Да, как бы это не смешно, но это факт Естественно, в те времена еще не было научных исследований И все по старинке думали, что тренировать сердце, это значит тренировать выносливость Но это полная чушь И современные научные исследования в спортивной медицине это уже не раз заказывали Если вы не знаете о том, что и как нужно тренировать выносливость Посмотрите обязательно этот ролик и попробуйте Вы увидите, насколько и как быстро увеличится ваша выносливость В разы Итак, запомните Тренировать сердце специально обычному человеку Человеку, посещающему тренажерный зал, не нужно Сердце само подстраивается под наши нужды Тренировать сердце нужно только в определенных случаях Но простого человека это никак не касается Это касается только определенных спортсменов в определенных видах спорта Таких видов спорта можно посчитать на пальцах одной руки То есть их мало Для того, чтобы тренировать выносливость, тренировать нужно мышцы И не нужно бегать Бегом вы выносливость не повысите Поверьте мне, с детства я бегал рано утром До школы у нас была тренировка Тренер меня заставлял бегать постоянно на каждой тренировке После тренировки и до тренировки Я наматывал круги Еще я ходил в свободные дни сам на стадион и бегал Бегал, бегал, бегал В итоге не повысил свою выносливость не на грамм Сейчас кто смотрит мои ролики знает, что я участвую Занимаюсь хоккеем, я вратарь, в любительской лиге Играю здесь в американской ассоциации И поначалу мне было очень тяжело Когда я встал на коньки, я не мог отстоять даже 15 минут тренировки Уставал, задыхался, не знал, что делать Естественно, бегать я раньше пробовал Что, как? Я начал изучать этот вопрос конкретно Перерыл много современных исследований И нашел, наконец-то, Виктор Силуянов Рассказывает в своих лекциях о том, как нужно тренировать выносливость Нужно ли тренировать сердце или не нужно Но мы с вами знаем уже, что сердце тренировать не нужно Бегать не нужно Нужно тренировать мышцы Нужно тренировать мышцы особым образом Что нам нужно? Нам нужно, чтобы в наших мышцах было как можно больше митохондрий Вот на это свойство мышечное И нужно направлять свои тренировки на выносливость Чем больше в ваших мышцах митохондрий Тем быстрее молочная кислота, которая выбрасывается во время работы Пожирается этими самыми митохондриями Для этого нужно превращать наши мышцы из гликолитических выкислителей А у большинства, и у меня в том числе, мышцы гликолитические Мало кому повезло и у кого мышцы окислительные Но не забывайте и так же, что если вы культурист Эта тренировка даст вам много плюсов помимо выносливости Помимо того, что вы сможете работать с привычными весами чуть больше А значит и больше повторений выполните И на самом деле окислительные, иногда их еще называют медленные мышечные волокна Дают так же и объем Но об этом поговорим в другой раз Как тренироваться на объем окислительных мышечных волокон Сегодня мы поговорим о том, как вообще превращать наши мышцы в окислительные Вы увидите тренировку, которая направлена на это свойство моего организма За два месяца я так повысил уровень своей выносливости Что играю иногда две игры подряд в своей лиге Когда не приходит вратарь И с другой сменой меня часто просят о том, чтобы я заменил Раньше я даже подумать об этом не мог Сейчас я не устаю Я не задыхаюсь, мои мышцы не устают Все это благодаря специальным тренировкам И запомните еще Нет такого понятия, как общая выносливость Нельзя натренировать общую выносливость Сегодня мы с вами будем выполнять специальные приседания Которые помогут нашим мышцам ног становиться изликолитических окислительными Конечно, не все, но не сразу Уйдет на это определенное время Но это будет Попробуйте И вы увидите, насколько это эффективно Недавно я выступил здесь в Америке на соревнованиях Power Games И, к своему удивлению, занял первое место по толканию ядра на количество раз Почему я выиграл этот турнир? Причина только одна Потому что я участвовал Был как бы последним участником После меня уже не было соревнующихся атлетов Все, кто выступил до меня Показали хорошие результаты Но я знал этот результат Если бы я выступал в середине или в начале Я бы проиграл однозначно Но я знал, что лучший результат 30 повторений Когда я дошел до 20 повторения Я почувствовал невероятную усталость И где-то еще минут 10-12 у меня ушло на оставшиеся 11 повторений Но я их дожал на силе воли За счет как раз таких тренировок, которые я проводил на выносливость Перейдем непосредственно к тренировке Мы с вами будем выполнять всего 3 упражнения Но давайте посмотрим, как мы это будем делать Как и любую другую тренировку Данный вид тренировки я начинаю с общей разминки на кардиотренажере Здесь вы этого не увидели Это скучно После чего я разминаю тело с помощью канатов Кто пробовал, понимает, насколько хорошо и качественно разминаются связки, суставы И вы подготавливаете все свое тело, весь свой организм к работе После данной разминки необходимо сделать гормоновыбрасывающее упражнение Вы знаете, что я любую свою тренировку начинаю с гормоновыбрасывающего упражнения И при тренировке на выносливость я люблю это делать с помощью запрыгиваний на высокую опору Если у вас нет возможности запрыгивать на какую-то опору Можете делать прекрасное упражнение Из положения лежа упор на руки Садитесь и выпрыгиваете мощно вверх, поджимая колени к груди Нужно это делать как можно выше И уровень гормонов тоже подскакивает Если вы сделаете 3 подходика по 10 таких высоких выпрыгиваний Или запрыгиваний на опору То высокий уровень гормонов крови вам обеспечен Это очень хорошо Что касается кроссфита Меня очень часто спрашивают о подобной тренировке Хочу сказать, что кроссфит в классическом его варианте Увеличивает толщину левого желудочка Что в свою очередь приводит к ослаблению функций правого И свидетельства показывают исследования Что такие изменения являются не хорошими Не качественными для здоровья организма в целом Размеры сердца не восстанавливаются Когда вы бросаете тренировки А 95% из вас забросят любую тренировку Неважно занимаетесь вы кроссфитом или еще чем-либо После выпрыгиваний и запрыгиваний я делаю гиперэкстензии Гиперэкстензии вы знаете я делаю тоже на каждой тренировке Сегодня у меня тяжелые гиперэкстензии Я делаю их с весом Что советую и вам Вот мы переходим к первому упражнению Нашей тренировки на выносливость Это приседания Берем вес процентов 50 от рабочего Когда мы работаем на массу На гликолитические мышечные волокна И выполняем с ним работу Вес здесь как вы видите на самом деле не важен Важно насколько медленно вы выполняете движение Посмотрите, берем штангу на плечи Принимаем исходное положение Полуприсед Выше мы не будем подниматься И медленно, медленно, секунд 6 опускаемся И также 5-6 секунд поднимаемся Вот эта работа как раз таки усиливает Увеличивает количество митохондрий в наших мышечных волокнах Это очень и очень важно понимать Начинаем мы с трех таких подходиков по 30 секунд Со временем увеличиваем количество подходов до 9 Но делаем это очень плавно и постепенно А количество нахождения под нагрузкой Увеличиваем до 1 минуты То есть получается мы с вами делаем работу В течение 30-60 секунд Постепенно увеличивая это время И начинаем с трех рабочих подходов Постепенно увеличивая их до 9 На что стоит обращать особое внимание Это на время отдыха между подходами Оно должно быть 30 секунд Ни больше, ни меньше Независимо от того 30 или 60 секунд вы находитесь под нагрузкой Независимо от того 3 подхода или 9 вы выполняете Все что касается времени отдыха между подходами Не должно превышать 30 секунд Но и не должно быть меньше Вот сейчас хочу вернуться к кроссфиту Именно выполняемые упражнения Одно за другим в силовом стиле Вызывают увеличение левого желудочка И плохо влияют на здоровье Если вы будете тренироваться по системам кроссфита И между каждым упражнением отдыхать 30 секунд Тогда вы будете улучшать свое здоровье Будете получать хорошую грамотную тренированность И не будете негативно влиять на свою сердечную деятельность Второе упражнение у нас Это отжимания от пола Выполняются они также Крайне медленно Что негативная, что позитивная фаза За этим нужно следить У меня тоже не всегда получается это делать В течение 5-6 секунд Опускаться и подниматься Но к этому нужно стремиться Тем самым мы увеличиваем Повторюсь, митохондрии Увеличиваем митохондрии в наших мышцах Что скажется просто колоссально на нашей выносливости Как вы понимаете Первое упражнение было направлено на выносливость ног Сейчас у нас работают руки Работают грудные мышцы Так как во время игр моих Когда я играю в хоккей Когда я играю вратарем Мне необходимы не только ноги Но я очень много работаю руками Чтобы они не уставали Я также выполняю работу для них Чтобы они становились выносливее Потому что, как вы помните Общей выносливости не существует А нам нужна хорошая мощная выносливость Поэтому нужно тренировать все группы мышц Которые участвуют в данном движении В том, где вы хотите это применять Если вы, к примеру, занимаетесь велоспортом Естественно, вам больше нужно тренировать ноги И в основном ноги Если вы занимаетесь греблей То вам нужно тренировать преимущественно руки И спину Если вы являетесь борцом, бойцом Бегаете на лыжах Занимаетесь тем видом спорта Или той деятельностью Где требуется выносливость От всего комплекса ваших мышц То, соответственно, и работать нужно Максимально на все группы мышц Лично я, помимо тренировки На выносливость, которую вы видите сегодня Выполняю тренировки на медленные На окислительные мышечные волокна Через неделю Да, у меня преимущество в моей периодизации Отдается именно медленным мышечным волокнам Это позволяет мне избегать травм Перетренированности Разгружает мою центральную нервную систему Все системы организма И когда я выполняю тренировки На силу, на массу, гипертрофию На промежуточные мышечные волокна Я полностью сконцентрирован И этот график периодизации Самый лучший Если сравнивать его, к примеру С графиком других людей Которые работают 3 месяца на массу 2 месяца на силу Недельная периодизация у меня И через каждую неделю Работа на окислительные мышечные волокна Это позволяет мне быть И чувствовать себя здоровым Позволяет мне быть большим и выносливым И что немаловажно Это позволяет мне Пережигать больше жира Чем те, к примеру Кто занимается аэробикой А вы помните и знаете Из моих статей и видео уроков Что классическая аэробика Не нужна натуральному атлету Она только вредит Она выбрасывает огромное количество Гормона кортизола Который негативно влияет Для нас с вами На наши мышцы Пережигает мышцы Больше пережигает мышцы Чем жир Если вы хотите использовать аэробику В качестве жиросжигания То используйте интервальную тренировку Спринты Во-первых, нужно времени в 2 раза меньше А во-вторых, вы сбережете свои мышцы Но и экономия времени Тоже никому никогда еще не вредила Как вы видите На экранах Третьим упражнением У меня идет Тяга вертикального блока Все то же самое Те же 3-9 подходов 30-60 секунд Работы И ровно 30 секунд Отдыха между подходами В конце тренировки Я выполняю один подход Гиперэкстензии Уже без веса Всегда без веса Больше на растяжку Как вы видите Чтобы снять Компрессию С позвонков Что и вам всем советую Надеюсь, данная тренировка вам понравилась Оставляйте комментарии Задавайте вопросы Ну вот, друзья, и закончилась наша с вами тренировка на выносливость Опробуйте ее Уже через неделю-две вы почувствуете результат Через месяц вы будете чувствовать себя прекрасно Через два месяца вы выйдете на пик своей выносливости Помимо всего прочего При определенном питании Данная тренировка Пережигает огромное количество жиров И конкретно в той части На которую мы работаем Как раз таки Эта тренировка может служить Локальным жиросжиганием Задумайтесь об этом Это точно Научно обоснованный факт Доказанный Специальными Опытами Которые Проводились Спортивными Медиками Это Неголословно Вы можете найти Это В интернете Если у вас есть вопросы Пишите Задавайте их в комментариях Не забывайте о наших группах Вконтакте Одноклассниках И Фейсбуке Увидимся в тренажерном зале Всем пока